Здравствуйте, уважаемые ребята! Начинаем урок литературного чтения. Ну-ка, проверь, дружок, ты готов начать урок? Всё ли на месте? Всё ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка? Тут затеи и задачи, игры, шутки – всё для вас. Пожелаю вам удачи за работу в добрый час. Ребята, поиграем в игру, которая называется «Зрительный диктант». Перед вами сейчас появится предложение на несколько секунд. Вы его должны успеть прочитать и ответить на мои вопросы. Итак, ребята, где был Лёша? А кто из вас был в бассейне? Следующее предложение. Итак, что умеет делать Петя? Ребята, а кто из вас умеет плавать? Читаем. Что может делать Поля? А кто из вас, ребята, пробовал милять? Читаем. Что плывёт по реке? Верно. А как вы думаете, почему оно не тонет? Молодцы, ребята. Справились с заданием. Следующее задание, ребята. Прочитайте и закончите предложение. Как вы думаете, спортивные соревнования – это? Хорошо. Ребята, вспомните, в каких спортивных соревнованиях мы принимали участие? Верно. А какой результат вы показали? Ребята, как вы думаете, для чего проводят спортивные соревнования? Что же такое спортивные соревнования? Спортивные соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и команд. Пропаганда физической культуры и спорта. Международные спортивные соревнования являются важным средством укрепления дружбы и взаимопонимания между спортсменами разных стран. Ребята, как вы думаете, а чему будет посвящен сегодняшний урок литературного чтения? Конечно, ребята, урок будет посвящен соревнованиям. Тема нашего урока – Виктор Юзефович Драгунский. Третье место в стиле «Баттерфляй». А цель нашего, ребята, урока – узнать, как формировать простые вопросы по содержанию литературного произведения и познакомимся с вами с алгоритмом постановки простых вопросов. Так, ребята, прочитайте еще раз название произведения, с которым мы сегодня будем работать. Верно. Третье место в стиле «Баттерфляй». Ребята, а все ли слова в названии произведения вам знакомы, понятны? «Баттерфляй», ребята, – это стиль спортивного плавания на груди, при котором обе руки одновременно выбрасываются над водой. Ребята, прочитайте слова и составьте из них пословицы. Так. Возможно, у вас получилась такая пословица. «Взлетел голубем, прилетел орлом». А может быть и такой вариант. Взлетел орлом, а прилетел голубем. Итак, ребята, когда мы прочитаем с вами рассказ, тогда и выясним, какая из данных пословиц верна. Ребята, внимательно, самостоятельно прочитайте рассказ. Молодцы, ребята. А как вы думаете, почему папа считал, что каждый человек должен уметь плавать? Конечно, он говорил, что каждый должен уметь плавать, особенно мальчишки. Ребята, вы согласны с мнением папы? Ребята, какие чувства вы испытывали во время чтения второй части? А почему папа так обрадовался? Как вы думаете, почему у мальчика улучшилось настроение? Ребята, прочитайте продолжение рассказа. Ребята, что стало папе понятно? А какие выводы он сделал? Подумайте, почему у мальчика пропало хорошее настроение? Ребята, давайте вернемся к нашим пословицам. Как вы думаете, какая же все-таки пословица подходит к нашему рассказу? Взлетел голубен, прилетел орлом. Или взлетел орлом, прилетел голубен. Ребята, а как вы думаете, почему инструктор не просидел никому четвертое место? Конечно, чтобы поддержать ребят, похвалить, он же видел, как они старались. Итак, ребята, давайте познакомимся с памяткой. Памятка – порядок постановки простых вопросов. Итак, во-первых, нужно прочитать текст. Во-вторых, определить интересный момент. В-третьих, выбрать ключевые слова. И в-четвертых, составить вопросительное предложение из трех-пяти слов. А сейчас, ребята, выполните задание в рабочей тетради. Составьте свои вопросы по содержанию литературного произведения не менее трех, опираясь на памятку в порядок постановки простых вопросов. И, ребята, подумайте, придумайте новое название рассказа. Все задания выполняйте сами. Если не сможете справиться с каким-либо заданием, обращайтесь ко мне или к родителям за помощью. Письменную работу сфотографируйте и отправьте мне на проверку. Урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok